Добрый вечер, коллеги. Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Да, отлично. Вижу, что плюсики пошли. Коллеги, вот перед началом хотел уточнить, небольшая неполадка произошла в системе вебинаров, поэтому вижу несколько меньшее количество людей, чем обычно. Напишите, пожалуйста, как у вас приходило ли напоминание, как обычно, на почту, или вы получили уже позже уведомление о вебинаре. Удалось это заметить буквально, когда запускался вебинар, поэтому не все напоминания могли прийти. Да, я понял, понял. Ну, я думаю, что у нас, как всегда, вебинар проходит в одно и то же время, поэтому ссылка у вас также была, но и напоминание должно было быть все-таки повторно отправлено. Сейчас я буквально еще одну минуту проверю, возможно, отправлю еще одно напоминание тем, кто не смог еще зарегистрироваться. Буквально вот одну минуту прошу от него вашего времени и перейдем уже к вебинару. Да, хорошо, отлично. И тогда, как всегда, перед началом предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с большими рисками, и прежде чем переходить уже к торговле на реальном счету, важно разобраться со всеми аспектами маржинальной торговли и в целом работой финансовых рынков, потому что, оперируя своими деньгами, это порой может быть рискованно, если вы выбираете слишком большой кредит на плечо, слишком большой объем, и это может быть негативным для вашей торговли в первую очередь. Ну и также в рамках данного вебинара, все, что мы рассматриваем, все те, тот анализ, который мы проводим, он не может являться прямой рекомендацией к действию. Я делюсь с вами своим мнением, своим видением, и этот вебинар, он проходит больше именно в ознакомительных, в образовательных целях. Важно об этом помнить. Как всегда, с вами Исаков Роман, представлюсь еще раз, возможно, для тех, кто присутствует впервые на этом вебинаре, но, скорее всего, напоминания не получили, только те, у кого уже ссылка была, тот смог прийти, но обязательно это поправим, и напоминание на следующий вебинар точно придет. Исаков Роман, меня зовут, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Admiral Markets работаю уже более пяти лет, ну а мой опыт в трейдинге уже порядка восьми лет. И именно на этом вебинаре я делюсь своими наработками, своим видением и своим мнением о финансовых рынках. Мы последние несколько вебинаров начинали с компании, я рассказывал о компании Admiral Markets, сейчас я нахотел буквально несколько минут, у нас сейчас собрались наши постоянные участники, наши постоянные слушатели. Я хотел узнать небольшое мнение у вас по поводу формата данного вебинара. Возможно, сейчас я постараюсь сформулировать этот вопрос, у меня эта идея пришла буквально несколько минут назад, до начала вебинара. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели видеть в рамках данного вебинара, который мы проход проводим? То есть вебинар, в моем понимании, что он себе носит, мы разбираем на текущую неделю основные инструменты, с учетом тех тенденций, которые были на предыдущей неделе, и строим план на неделю следующую. И вот от вас хотел бы получить обратную связь, что вам не хватает. Возможно, это какие-то инструменты, возможно, это какие-то торговые стратегии, дополнительные какие-то торговые тактики. Вот мы уже запустили серию вебинаров, образовательных вебинаров, которые посвящены непосредственно торговым стратегиям, как у нас на прошлой неделе. Был вебинар, посвященный свечному анализу. Кстати, ссылка уже находится, запись уже находится на нашем YouTube-канале, ее можно будет посмотреть, если вы не присутствовали онлайн. И вот хотел от вас, то есть в первую очередь от наших участников, от слушателей, получить такую небольшую обратную связь. Буквально несколько минут, и я думаю, что и для вас это улучшение также пойдет на пользу. То есть, если есть что-то, что возможно улучшить, то, пожалуйста, напишите, и я со своей стороны подумаю, как это можно будет сделать и по какому пути пойти. Потому что без такой обратной связи это сделать довольно-таки сложно. Буквально несколько минут подумайте, пожалуйста, над этим вопросом. И напишите, а пока я сейчас запущу мета-трейдер, и мы посмотрим, что у нас, ну точнее подготовимся к рассмотрению уже текущей ситуации на рынке. Подключиться, скорее всего, пришло напоминать, также повторюсь, коллеги, что у нас произошел небольшой сбой с системой вебинаров, и не был он запланирован, ну то есть он был запланирован, но дата стояла неверная, поэтому кто-то из участников мог не получить это напоминание. И тот вопрос, который я задал, еще раз просто повторюсь, я думаю, что мне хотелось бы верить, да, что все его обдумывают и хотят написать, все участники хотят написать свои рекомендации, свои пожелания. Вопрос мой заключается в том, что бы вы хотели видеть дополнительно, например, вот в этом вебинаре, который у нас проходит каждую неделю, где мы разбираем основные инструменты. То есть, в принципе, у нас час, да, час времени, иногда даже час тридцать мы тратим как раз только на разбор, да, то есть чтобы посмотреть, что на рынке произошло, на какие-то вопросы я отвечаю, которые получаю на почту, но, возможно, вам хотелось бы видеть что-то дополнительное. Пожалуйста, напишите в чат, то есть ваше мнение, ваше пожелание, мне это будет очень полезно и позволит сделать наш вебинар более информативным, более полезным, в первую очередь, для вас. В правом нижнем углу есть кнопка «Видите сообщение», да, то есть ваше сообщение можете написать там, и, собственно, я вашу рекомендацию приму. Возможно, сделать это чуть позже, а пока давайте перейдем тогда в метатрейдер и посмотрим, да, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. Итак, сейчас запускаем метатрейдер. Ваше пожелание можно будет также присылать на почту, да, в конце вебинара я ее оставлю, но призываю вас, да, то есть мы сами делаем практически вместе с вами, создаем этот вебинар, да, эту серию вебинаров, и ваша обратная связь с ней будет крайне полезной, и поэтому прошу написать, да, вашу обратную связь. Итак, коллеги, вот сейчас перед вами должен быть метатрейдер, пара евро-доллар. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы ее видите, если у вас появилась демонстрация экрана, и перейдем к рассмотрению, да, то есть начнем, как всегда, с пары евро-доллара. Отлично. Напомню, что в пятницу у нас выходили данные по количеству от количества, ну, созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, это показатель non-farm payrolls, показатель вышел не в позитиве для американского доллара, что, в свою очередь, отразилось и в том числе на финансовых рынках, то есть на какую, на какую вещь, вот я бы хотел, ну, вот, по крайней мере, да, на примере пары евро-доллар, акцентировать ваше внимание, да, то есть на что здесь важно посмотреть. Во-первых, в момент выхода новостей, да, мы увидели резкое падение американского доллара, то есть, ну, фактически по всем валютным парам мы видели движение, и там несколько минут, да, оно было вполне направленным. И, фактически, у нас день закрылся на минимальных значениях, мы не ушли ниже предыдущего минимума. То есть, очень часто такие ситуации бывают, когда сначала мы идем в одну сторону, да, обновляем на локальный максимум, затем, если мы увидим уже движение в обратную сторону, то есть, если бы мы, к примеру, в пятницу увидели уход уже ниже минимальных значений, которые были 31 августа, это отметка 1.18.20 по паре евро-доллар, то тогда могли бы уже говорить, что, ну, фактически вот этот прорыв был ложным, и тенденция, скорее всего, пойдет уже на ослабление. Здесь мы этого не увидели, и пока, на мой взгляд, перспективы роста по паре евро-доллар в краткосрочной и среднесрочной перспективе остаются в приоритете. Ближайшая цель по движению – это уже область 1.20.67, ну, а, соответственно, уже после преодоления вот данных уровней, я напомню, что в рамках уже более крупного таймфрейма, если мы посмотрим тот же недельный таймфрейм, то, я прошу прощения, что здесь, ну, это будет лучше видно на дневном таймфрейме, да, то есть все наши построения, которые мы делаем на вебинаре, они остаются. И теперь вот ближайшая цель – это обновление максимума в области 1.20. Мы туда уже подходили, было это в конце августа, затем пошли в коррекцию, и, собственно, сейчас, вероятен уже второй заход. Ну, и, опять же, мое мнение по поводу новостей, да, по поводу публикации данных, как правило, это не может поменять, да, какой-то тренд среднесрочный или долгосрочный. То есть, как правило, произойти коррекцию она может, да, и, вот, фактически, то коррекционное движение, которое мы видели от отметки 1.20, оно может и как раз являться той информацией, которую рынок пытался переварить, да, отработать в два момента выхода новостей. Новости по факту вышли, и, собственно, пока тенденция не поменялась. То есть, на текущий момент приоритет на покупке по данной паре остается. Но еще один важный момент. Сегодня в США выходной. И, фактически, сейчас у нас рынок, он не столь активный. Я думаю, что все из вас это смогли заметить уже. И очень показательный будет завтрашний день. Поэтому мы сейчас посмотрим, да, все основные валютные пары, что там происходит. Посмотрим золото, нефть, индекс DAX, пары дополнительные, которые мы тоже отслеживаем. И уже завтра, когда на рынок придут уже американцы, да, во второй половине нашего часового пояса, то уже мы можем говорить о том, что либо тренд на ослабление американского доллара продолжится, или все-таки произойдет изменение, и американский доллар пойдет укрепляться. То есть, вот завтрашний день он будет в этом отношении более показательным. Сейчас такой переломный момент, да, то есть были важные новости в пятницу. Сегодня выходной, и вот завтра уже рынок себя покажет. Что здесь важно отметить, да, по данной паре? Во-первых, те дата, тенденции, которые у нас сейчас по паре евро-доллар идет, то есть, ну, фактически вот то коррекционное движение, которое у нас началось на прошлой неделе после ухода ниже минимальные значения, которые были 29 августа, то есть мы сначала показали максимум, ну, фактически вот продолжение роста у нас началось с середины августа, да, то есть когда уже мы стали выходить вот из этого бокового диапазона, который у нас был, то есть пара очень долгое время торговалась у области поддержки от отметки 1.1690, да, то есть преодолеть ее не смогла, и, собственно, во второй половине августа мы уже стали восстанавливаться и дошли до максимальных значений 1.2060. На прошлой неделе также мы увидели начало коррекции, вот у нас был день, собственно, его минимальное значение, максимальное и минимальное, это 29 августа, ну, а, собственно, дальше 30-го, цена уже обновила минимальное значение, и мы пошли вновь опять на коррекционное нисходящее движение, что мы видели, собственно, уже в пятницу, да, в пятницу у нас, ну, точнее, в четверг, 31 августа у нас сформировался день, да, да, это минимальное значение в области 1.1820, а верхняя граница это 1.1909, то есть такой диапазон порядка 80-90 пунктов. Уже с открытием мы видели первые попытки обновить максимальное значение, да, вот этого дня, для того, чтобы мы смогли уже дальше рассматривать покупки по данному активу, так как тенденция основная остается на укрепление евро против американского доллара, то и сделки уже в сторону укрепления евро будут в приоритете, но тот момент, когда происходит вот этот перелом, нам его необходимо находить, и вот как один из методов, который мы рассматриваем, в рамках этого вебинара, это то, как у нас закрываются торговые дни, то есть фактически это тот же самый свечной анализ, но разложенный чуть более детально, то есть фактически это те же самые модели свечные, но чуть более в мелком формате, который будет все-таки более понятен, исходя из того, как себя ведут участники, да, в этот момент на рынке. Какой ключевой момент, да, вот что я бы здесь хотел отметить, во-первых, в начале дня пятницы мы уже закрепились выше максимальных значений, которые были в четверг, да, затем несколько скорректировались, ну, перед выходом новостей такое, как правило, бывает, но какой основной здесь момент, да, что здесь важно, вот в первостепенном и о чем нужно помнить, это те минимальные значения, которые у нас были как раз 31 августа, то есть отметка 1.18.23, вот если бы уже пара евро-доллар к концу торговой сессии смогла уйти ниже данных уровней, то тогда уже продолжение вот этой коррекции, которая у нас началась в середине прошлой недели, оно было бы более вероятно, но так как пара смогла закрепиться, то есть с одной стороны мы попытались уйти выше, да, прокололили этот уровень, вблизи него поторговались, но к концу торговой сессии мы несколько опустились, но тем не менее ниже предыдущей торговой сессии мы не ушли, то есть это как раз и тот основной момент, который нам сейчас дает предпосылки на продолжение тенденции восходящей. Пока в рамках вот текущей ситуации, с учетом того, что Америка сейчас сегодня закрыта, вот ближайший разворотный уровень я бы как раз пока оставил на этих минимальных значениях, которые были в тот момент, когда американцы рынок торговали, да, то есть это отметка 1.18. Соответственно, пока мы находимся вот выше данного уровня, да, выше данной отметки, то покупки остаются в приоритете, да, то есть пока движение в область 1.20.70, 1.20.60 остаются в приоритете. В принципе, и сейчас, да, можно рассматривать также покупки, но здесь уже нужно смотреть по вашему соотношению риск-прибыли с точки зрения вашей торговой стратегии, потому что если мы сейчас возьмем от текущих цен, да, там, где мы сейчас торгуемся, то ближайший уровень стоп-лосс это порядка 85 пунктов, да, то есть это вот он как раз должен находиться, ну, ближайший уровень, куда его разумно поставить, на мой взгляд, это минимум 31 августа. Цель по прибыли это порядка 160 пунктов, то есть у нас, ну, чуть меньше, чем 1.2, но пока вот этот сценарий также остается в приоритете, сейчас мы посмотрим другие инструменты, другие валютные пары, возможно, там уже ситуация будет более интересна, поэтому резюмируя евро-доллар, отмечу то, что здесь вот нужно держать на контроле как раз вот данное значение минимальное, которое у нас было 31 августа, и обязательно посмотреть, как завтра начнут работать уже непосредственно американцы. Ну, я думаю, что и в первую половину дня это будет отыгрываться, то есть рынок будет ожидать прихода уже возвращения после дня труда Америки и уже в первых часах следующего дня, то есть вторника, мы уже увидим реакцию на рынок, но вот этот уровень пока остается у нас ключевым для данной ситуации, пока приоритет покупкам он также остается. Пара британский фунт, американский доллар, сразу же вот четырехчасовой таймфрейм, мы видели коррекцию, то есть собственно завершение коррекции у нас произошло в рамках уже таких среднесрочных уровней, которые мы можем отмечать, это область поддержки, которая находится вблизи также минимум 31 августа, это уровень 1.28.51. Почему этот уровень, да, значим? Вот такой простой принцип, у нас был такой вопрос, и я сейчас тоже на нем акцентирую внимание, то есть все мы знаем, да, что лучше использовать стоп-лосс, чем его не использовать, но всегда нужно выработать для себя правила, по которым вы его устанавливаете, то есть нет какого-то универсального правила, что по паре британский фунт вы ставите стоп-лосс 30 пунктов или 50 пунктов, вот это абсолютно не может работать полноценно, по той простой причине, что на рынок влияет огромное количество факторов, и за дня в день они меняются. Я думаю, что вы замечали ситуацию, когда любая пара в какой-то день может пройти 30 пунктов, в какой-то день может пройти 100-150 пунктов, такое бывает. Так вот, уже исходя из тех уровней, которые формирует нам цена, которую нам она показывает, уже и нужно принимать решение по поводу установки уровня стоп-лосс, в первую очередь. Одно из таких правил, я сейчас напомню, сначала схематично обозначу, то есть для того, чтобы у нам мы смогли поставить, к примеру, ордер стоп-лосс, у нас есть как? Есть импульс, есть коррекция, есть следующий импульс продолжения. Так вот, полноценную точку для установки стоп-лосс, в случае вот здесь, мы сможем использовать в том случае, когда у нас идет продолжение импульса. То есть в тот момент, когда цена обновляет уже максимальное значение, которое было в предыдущем, то есть это нам подтверждает импульс, подтверждает настрой покупателей двигаться дальше, вот тогда в этом случае мы сможем уже стоп-лосс перемещать, к примеру, за ценой, если вход у нас был, к примеру, чуть раньше. Если мы отметим вот таким образом, то есть мы вошли, к примеру, чуть раньше, у нас был предыдущий импульс, к примеру, здесь. То есть после этого импульса у нас стоп-лосс стал находиться вот за этим уровнем. Потом пошел следующий импульс, коррекция, а мы стоп-лосс можем уже переместить за текущую точку. То есть это работает универсальное правило для установки уровня стоп-лосс. Ну и в рамках уже вот текущей ситуации, если мы говорим о паре британский фунт и американский доллар, данный уровень как раз был сформирован по минимальным значениям, которые были также 31 августа, это отметка 1.2850. То есть пока тенденция также остается в приоритете на покупку по данному активу и ближайший разворотный уровень уже в рамках такой среднестрочной тенденции четырехчасового тренда, мы можем переместить как раз вот за данный максимум. Здесь в данном случае вот стоп-лосс за минимумом дня, то есть в принципе всегда есть несколько способов. То есть первый такой более близкий стоп-лосс это минимум предыдущего торгового дня. То есть мы его можем сюда поставить, но даже если цена уйдет, к примеру, в область 1.2880, то есть в рамках уже среднесрочной тенденции, то ситуация не поменяется. Она поменяется только в том случае, если мы увидим уход ниже отметки 1.2850, тогда это будет иметь смысл. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция остается также на укрепление. Сегодня с утра мы видим, что британский фунт корректируется, то есть волатильность также не очень большая, порядка 40 пунктов мы прошли, но также основная тенденция остается на покупку. Ближайшая цель движения это область уже 1.3240, от текущей цены это порядка 300 пунктов, если мы рассматриваем среднесрочное движение. До уровня стоп-лосс, который сейчас имеет смысл рассматривать, это порядка 70 пунктов. То есть в принципе соотношение тоже довольно-таки неплохое, довольно-таки интересное. Давайте как раз в рамках наших вебинаров, то есть мы также проводим сделки, которые можно будет потом посмотреть. Мы на прошлом занятии, кажется, делали по нефти и вместе тоже ее посмотрим, когда до нефти дойдем. Так вот, давайте сделаем то же самое с точки зрения расчета риск-прибыль. Я напомню, что очень удобное приложение есть в пакете индикаторов MetaTrader 4 Supreme Edition, который устанавливается поверх вашего MetaTrader и дает ряд очень удобных функций. То есть, к примеру, можно поставить, как у меня стоит D1 Low, D1 High. То есть он показывает, вот эти линии показывают максимум и минимум предыдущего торгового дня. И вот еще одна очень удобная вещь, это мини-терминал. В мини-терминале вы можете сразу же рассчитать риск по вашей позиции и выбрать необходимый объем, потому что когда вы открываете сделку, когда вы входите в рынок, всегда важно понимать свои риски, чем же вы рискуете, если сделка пойдет не в вашу сторону. Давайте для примера так же это и сделаем. Возьмем традиционный, к примеру, при депозите 10 тысяч, риск 1%, то есть рисковать мы можем объемом в 100 долларов. Давайте рассчитаем, сколько это будет, если мы входим по текущей цене и убираем стоп-лост на 75 пунктов от цены текущей. Для этого в мини-терминале нужно нажать на поле лоты, удерживая кнопку Ctrl и нажимаем левой кнопкой мыши. У нас появляется такое меню, в котором написано рассчитать размер лота. Здесь нужно писать значение в пунктах, то есть мы вписываем 75 пунктов и фиксированный денежный риск. То есть мы сказали 100 долларов, соответственно вписываем эти же 100 долларов. Далее у нас появляется поле установить лоты. То есть система сама посчитала, что целесообразно при соблюдении наших рисков открыть объем 0,13 лота. Нажимаем установить и у нас это же поле появилось уже непосредственно в окне. Нажимаем, к примеру, купить. Система профит подтвердить. И у нас сразу же открыла сделка на покупку и, собственно, устранился стоп-лост. То есть там же, где мы его и рассчитывали. Дальше можем поставить, к примеру, ордер. Тейк профит переместить. Вот у нас уже показано значение нашего ордера. Мы видим, сколько в этом случае мы сможем заработать. Да, в деньгах, к примеру, 400 долларов. И сколько можем потерять, там, 96-33 доллара. Но округляем в большую сторону. То есть, опять же, сейчас тенденция в рамках пары британский фонд. То есть сейчас может быть даже чуть более интересной ситуацией, чем была в пятницу, так как рынок несколько скорректировался. Но пока мы, собственно, остаемся торговаться выше данного уровня, то тенденция у нас на укрепление сохраняется. Собственно, вот по паре британский фунт. Обязательно дальше будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Посмотрим, как завтра откроется рынок. Далее у нас на очереди пара австралийский доллар, американский доллар. Я напомню, начнем с чуть более крупного. Недельный, к примеру, таймфрейм. То есть вот мы довольно-таки долгое время, ну, фактически 2016-2017 год, ну, первую, да, половину 2017 года торговались по австралийцу вблизи отметки 77.40. Преодолеть ее очень долгое время не могли, и вот этим летом это наконец произошло. То есть австралийец ушел выше уже отметки 77.38, чем, собственно, нам и подтвердил свое намерение на продолжение укрепления австралийского доллара против американского доллара. И сейчас тенденция на укрепление также остается в приоритете. На прошлой неделе мы видели вот коррекционное движение, когда у нас 30 августа пара после обновления максимального значения уходит ниже минимумов, которые были 29 августа, закрепляется за ними и начинает выжидать, то есть также ожидались данные по уже непосредственно рынку труда по США. Так вот, здесь ситуация, она, в принципе, точно такая же. Дальше в пятницу уже на нонфармах мы уходим выше вот максимальное значение, которое были 31 августа, и вот с этих уже уровней после того, как мы смогли закрепиться, видим, что по австралийцу возврата такого, как по евро и по фунту не было, к примеру. То есть мы торговались примерно в тех же областях, где и выходили новости непосредственно. Так вот, пока здесь точно так же мы остаемся в основной тенденции на рост, на укрепление австралийского доллара. Теперь ближайшая цель по движению. Пока локальный максимум, который у нас остается ближайший, это максимум, который у нас был 30 августа, значение в области 79.94. До ожидания новости мы скорректировались, и сейчас пара готова двигаться вверх уже в область 80.33. Важно понимать, что разворотный уровень здесь также присутствует. И пока вот здесь вот этот диапазон, который у нас есть по австралийцу, то есть фактически у нас по австралийцу идет такой боковик с небольшим смещением наверх. То есть у нас нижняя граница по австралийцу держится, это область 78.70, а вот и подбираемся постепенно к верхней. Так вот пока, если говорить о, опять же, среднесрочных уровнях, которые мы можем отметить по данной паре, то эта отметка... Сейчас я удалю вот эти значения, чтобы они не мешали. То пока это вот как раз отметка минимальной значения, которая у нас находится в области 78.80. То есть пока у нас не обновлен вот этот максимум. Мы хоть к нему не подходили, но для того, чтобы переместить уже вот непосредственно за эту точку, да, вот конкретно эту точку, здесь больше, ну, собственно, это совпало, то, что боковик, да, и вот нижняя граница у нас очень хорошо держится, то есть 78.60 уровень. Но в любом случае, то есть чтобы мы смогли уже перемещать дальше, к примеру, за ценой, нам уже необходим будет следующий импульс. То есть, к примеру, один из уровней, который мы сможем использовать, это минимальное значение, в том числе, сегодняшнего дня, но, опять же, оговорюсь, напомню о том, что сегодня Америка не торгуется, торговаться будет завтра. И вот уже завтра это будет более показательно, как раз в рамках той амплитуды, которая у нас сейчас есть, да, диапазон там порядка 120 пунктов, и может пройти вот эта отторговка именно по США, когда они уже начнут работать. То есть для того, чтобы стоп-лот, опять же, не попал в какой-то ценовой шум, да, когда участников опять становится много, да, Америка вернулась, то, вот, опять же, нужно этого, наверное, дождаться. И пока тресообразный стоп-лот по этой паре, он находится за 78,60, то есть за минимум, который был 31 августа. Уже как завтра Америка поторгуется, можно будет смотреть и находить, например, новые уровни. Но здесь мы с вами это также сможем обсудить уже на наших видео-обзорах, да, которые я записываю каждое утро, которые добавляются на YouTube-канал. Но там я уже дам комментарий на тему того, как, ну, полноценно это будет уже в среду, да, в среду утром вместе посмотрим, что у нас, соответственно, произойдет после торговли вечером во вторник. По австралиицу, да, как я уже сказал, то есть отслеживаем динамику, и пока ключевой уровень поддержки находится в области 78,60, да, и он является наиболее значимым уровнем поддержки. Пара американский доллар, японская иена. Здесь также ситуация интересна тем, что иена подошла к уровню сопротивления, да, это вот также та область, которую мы отмечали ранее. Если говорить о продолжении роста, да, по данной паре, то здесь вот необходимо увидеть уход уже выше отметки 111.02. Тогда, в свою очередь, этот импульс может перерасти в следующее укрепление до отметки 1.14 и далее уже на 1.15. Но пока тенденция остается на ослабление. То есть, как всегда, тренды меняются не за один день, а меняются постепенно. Сначала у нас тенденция меняется на часовом таймфрейм, затем на четырехчасовом, затем на минуту. То есть у меня есть постепенно. Пока день, четыре часа и час у нас согласуются, да, в общем направлении, то, собственно, это наиболее интересная ситуация для торговли, и их, в первую очередь, нужно отслеживать. Так вот, что у нас было в пятницу по паре американских доллара и японская иена. Также довольно-таки интересная ситуация тем, что 31 августа у нас цена показала локальный максимум, но к концу дня, да, к концу дня мы уже ушли ниже минимальных значений, которые были в этот день зафиксированы. То есть, вот если посмотреть на дневной таймфрейм, я просто периодически тоже провожу аналогию, чтобы это было более понятно, да, то есть вот у нас эта свеча, которая была в четверг. В чем ее основной интерес, да, то есть, во-первых, в чем ее, в чем ее, что она может нам сказать? Она нам может сказать о том, что сначала покупатели, да, были сильны, мы дошли до локальных максимумов, их обновили и, казалось бы, тенденция на укрепление продолжится. Но по закрытию дня мы видим возвращение уже к минимальным значениям и фактически закрываемся уже в нижней половине. То есть, как падающая звезда, да, как одна из моделей свечного анализа. То есть, когда большая тень сверху, да, и чуть тело меньше, чем тень. Ну, такие основные свойства. Но фактически вот самое основное правило, которое работает по свечам, то есть, если у нас свеча формируется на локальном максимуме, а закрывается в нижней своей трети, то тогда уже изменение тенденции, изменение направления будет более вероятно. Наиболее качественно данный сигнал отрабатывается как раз на дневном таймфрейме, если мы говорим о свечном. То есть, чем меньше таймфрейм, тем уже их сигнал будет, ну, безусловно, слабее и слабее. Об этом тоже важно помнить. Так вот, вернемся опять к часовому таймфрейму. По данному, по данной паре. И, собственно, в пятницу мы попытались, вот, попытались продавить минимальное значение, которое у нас было в четверг зафиксировано, но к концу торговой сессии вернулись и, опять же, не было обновлено локальный максимум. То есть, вот это тоже одно из ключевых правил. Ну, а сегодня с утра, да, с открытия мы уже ушли вот ниже минимальных значений, которые были, собственно, у нас отмечены пятницы, да, и четвергом, и образовался даже, ну, такой гэп на открытие, гэп порядка, ну, там, порядка сорока пунктов точно он был. И, собственно, все, опять же, остается в рамках тенденции на ослабление американского доллара против японской иены, то есть и здесь тоже. Ближайшая цель по нисходящему движению, это среднесрочный уровень в области 108.32. Текущей цены это порядка 130 пунктов до уровня стоп-лосса это порядка 100 пунктов. Здесь вот уже соотношение не столь интересно, как, к примеру, по британскому фунту, да, который мы смотрели. Но, тем не менее, тенденция все-таки остается также пока на ослабление. В свою очередь, отмена вот данного сценария, она также будет происходить поэтапно. Если сначала мы увидим уход выше отметки 110.60, а затем уже уход выше 111, тогда по американскому доллару мы можем отслеживать рост. Но пока вот мы остаемся в этих пределах, да, в этих границах, тенденция на укрепление, тенденция на ослабление остается в приоритете. Да, вот я сейчас вернулся к вопросам в чате. Вот Ирина задает вопрос, можно поподробнее, если дневной и часовой таймфрейм не согласуются, это самое интересное время для торговли? Или я что-то не поняла? А вот, смотрите, Ирина, самое интересное время для торговли как раз, когда они начинают согласоваться. Вот давайте сейчас я тоже на примере пары американской доллара и японской иены вам покажу. Возможно, упустил до этого момента и, возможно, чуть в чем заключается наша работа. Это найти тренд и к нему присоединиться. Тренды бывают разные, то есть присоединиться по максимальным значениям, которые были в декабре-январе этого года, в декабре 16-го, январе 17-го года, не всегда представляется возможным. Я думаю, что все это понимают. Всегда появляются какие-то формации, которые нам дают присоединиться. То есть поймать вверх или поймать вниз, это сродни везению, на мой взгляд. Если у вас есть какие-то паттерны, какие-то закономерности, это уже позволяет вам систематизировать вашу работу и принимаемое решение. Так вот, основная задача состоит в том, чтобы, отслеживая тренд, если у нас тренд идет, к примеру, нисходящий, то есть возьмем, что он до этого тоже идет нисходящий, не будем его продолжать, то для нас будет наиболее интересно присоединиться в тот момент, когда вот эта часть с зеленым цветом я обозначаю, то есть в рамках этого нисходящего тренда, вот этот рост с зеленым цветом, это была коррекция, коррекция в рамках более крупного таймфрейма, а вот уже следующая, давайте ее другим цветом сделаем, вот эта часть, которая у нас уже начинает формироваться, мы ее раскладываем на более мелкий таймфрейм, то есть, к примеру, день, 4 часа и час, и вот уже вот эта точка для нас может быть наиболее интересным для присоединения, то есть в тот момент, когда мы начинаем опять двигаться в сторону основного тренда. Собственно, у нас здесь и будет запас хода довольно-таки интересный, и опять же мы входим с подтверждения, то есть, если у нас есть сигнал на тенденции на продажу, то, ну, фактически, да, мы можем продавать и здесь, и здесь, и здесь, но всегда это лучше делать с подтверждения, как раз, когда мы начинаем двигаться в сторону основного тренда. Вот одним из как раз этих моментов, уже в рамках часового таймфрейма, то есть в рамках 4 часов, это вот данный уровень, который у нас пока держится, это отметка 110.94, то есть для 4 часов, пока мы торгуемся ниже данного уровня, остаются в приоритете продажи. На прошлой неделе мы видели укрепление, да, вот оно было, начиная после 29 августа, то есть вот у нас был день 28, да, вот его максимум, затем 29 его пробили и, собственно, пошли уже на укрепление в рамках часа. Так вот, когда на часе у нас заканчивается это укрепление, да, то есть когда уже продавцы вновь перехватывают инициативу, тогда это является более интересным моментом для присоединения. Как это можно, ну, на мой взгляд, довольно-таки удобно найти? Вы отслеживаете закрытие дня, то есть вы смотрите, какой был максимум, какой был минимум. Вот у нас был максимум 31 августа, это 110.60, да, его минимум был 109. Так вот, первым признаком того, что уже продавцы вновь перехватывают инициативу, когда в рамках часового таймфрейма на следующий день у нас формируется свеча пробития, то есть у нас одна свеча, а по крайней мере одна часовая свеча и открывается, закрывается за уровнем, то есть тогда этот сигнал будет наиболее сильным. Собственно, мы это смогли увидеть только сегодня, да, потому что вот в пятницу мы хоть и заходили, да, вот видите, тень, которая была, но это не является пробитием, это мы просто прокололи, затем вернулись, но это на новостях очень часто бывает. А для подтверждения вот здесь как раз нужно закрепление, да, закрепление ниже данного уровня, которое мы видели уже сегодня, то есть, ну и фактически после этого, после данного сигнала мы получаем подтверждение, что все, и в рамках часа мы тоже снижаемся, то есть, можно открывать сделки на продажу, да, то есть, ну, вот таким образом это работает. Далее, да, посмотрим пару американский доллар, канадский доллар. Вот здесь в качестве, наверное, интересной точки для присоединения тут, ну, на мой взгляд, ничего интересного не было, да, почему? Ну, во-первых, вот опять же, 31 августа, да, то есть, вот был у нас максимум, максимальное значение, это отметка 1,26, а затем к концу дня мы уже обновили минимум, который был, фактически мы могли присоединяться вот уже там на 22-часовой свечи, 23-часовой свечи, которые формировались 31 августа, но уровень стоп-лост, да, он был порядка 180 пунктов, и здесь его просто некуда было поставить, да, то есть, тут вот единственное место, куда его можно было поставить. И какой еще момент лично меня смущал, да, это как раз то, что мы торговались вблизи минимума. Вот если мы посмотрим более крупно, да, недельный таймфрейм, то мы торговались вот вблизи минимальные значения, которые были фактически в мае 16-го года, и еще раз мы подходили к ним в июле, да, к этим значениям. То есть, всегда, чем ближе мы подходим к уровню, да, то есть, мы, например, цена растет и подходит к этому уровню, то чем ближе мы к нему подходим, тем меньше импульс, ну, собственно, вероятность коррекции будет гораздо выше, чем в то же самое время, когда, вот, еще раз, да, вот по британскому фунту, то есть, мы фактически здесь входим не у максимума, да, а по канадцу это как раз будет наоборот. У нас здесь есть запас среднесрочный, то есть, вот, цена здесь была не так давно, это максимум, там, был в начале августа, и возврат ее здесь будет, ну, гораздо более интересен, чем, к примеру, по канадцу, потому что там мы уже торгуемся на минимальные значения, и вот по канадцу вот этот момент лично меня несколько смущает, хотя с того падения пара прошла, там, за два дня 320 пунктов, но, опять же, мы, вот, фактически, вот до ухода ниже этого уровня не могли знать, что, могли это предполагать, да, возможно, используя какие-то другие способы анализа, но лично для меня это уже приняло окрас, к примеру, принятие торгового решения только после уже ухода ниже минимальные значения, которые были 30 августа, ну, а когда уже пара ушла, то это стоп-класс по рынку 180 пунктов. Ну, а сейчас, да, резюмируя то, что у нас по паре, да, происходит, то тенденция на падение также остается, и, собственно, здесь пока ничего не меняется. Вот, когда цена ушла уже, в принципе, обновила минимум, который был в конце июля, да, то есть, опять же, следующий импульс, который это подтверждает. Мы можем еще несколько скорректироваться, да, но основная тенденция у нас остается на ослабление. Вот, ближайший разворотный уровень пока также у нас остается на максимум, который был 31 августа, то есть, канадец может вполне, когда завтра придет Америка, скорректироваться там еще на 150 пунктов, да, то есть, в рамках дневного движения это очень большое движение, но в рамках уже, к примеру, там, 4-часового таймфрейма это будет просто, ну, коррекция, и существенно на рынке она ничего не поменяет. Сейчас вот тоже вернулся к вопросам, я вот вижу, что от Дмитрия по паре американский доллар и японская иена в случае продаж можно рассмотреть первую цель 106,7, потому что становятся ли уже очень далеко. Давайте сейчас мы закончим с инструментами и вернемся к паре американский доллар и японская иена, и обязательно ее тогда посмотрим тоже. По еврофунту, да, то есть, я напомню, что вот там был также вопрос, как выбрать, вот Алвес задавал, как выбрать лучше валютной пары для торговли в настоящий момент и как опилитировать сигнал. Ну, действительно, то есть, выбор сигналов, он может быть, во-первых, должна быть унифицирована торговая стратегия, по которой вы сигнал принимаете, тогда уже, в принципе, не будет важно, какой торговать инструмент. Но вот как раз небольшая часть ответа на ваш вопрос, это пара еврофунт. Кросс-курс, но здесь важно помнить о том, что в ценообразовании данного инструмента лежат практически две валютные пары, это евро-доллар и американский доллар-британский фунт, важно об этом помнить. И порой здесь вот то движение, которое у нас будет, оно будет, ну, несколько отличаться от тех тенденций, которые были. То есть, здесь у нас евро движется к укреплению сильнее, чем британский фунт, то мы по этой паре видим рост. Если британский фунт движется сильнее, мы видим падение. Что, собственно, сейчас пока и происходит. То есть, сейчас более сильным является британский фунт, поэтому по данной паре мы видим как раз ослабление. Собственно, в пятницу мы также ушли ниже уже минимальные значения, которые были у нас 31 августа, а я напомню, что вот эта тенденция коррекционная у нас началась уже ранее на прошлой неделе, а именно 30 августа, когда мы ушли ниже минимум 29 августа. И, собственно, сейчас мы этот импульс подтвердили на ослабление. Что, собственно, и сохраняется. В пятницу мы ушли до отметки 91.49 и пока мы будем торговаться выше максимальные значения, которые были 31 августа, то тенденция также остается на ослабление. Но основной тренд, основной тренд, основная тенденция у нас идет на укрепление. Фактически вот то, что мы отслеживаем уже с мая. Когда вышли из этого треугольника в конце мая и, собственно, пара порядка 700 пунктов прошла, тенденция сохраняется на текущий момент. Поэтому в качестве интересных, опять же, точек для присоединения по данной паре, то есть вот если у нас те инструменты, которые мы смотрели, там евро, доллар, фунт, доллар, то там точка уже сформировались в сторону основного тренда, который был. А по еврофунту этого как раз нет. То есть в этом и может быть как раз интерес, это диверсификация. То есть когда здесь появится сигнал, он может появиться чуть позже, но он будет несколько другим по своему характеру, просто потому что это другой инструмент. И, собственно, здесь важный уровень уже непосредственно для покупок, который нужно отслеживать, это максимум, который он был на прошлой неделе. То есть это отметка в области 92.30. То есть вот после закрепления выше данного уровня, после его пробития в рамках часового таймфрейма, мы можем говорить о продолжении роста, ну и, собственно, о присоединении уже к сделкам на покупку. Это вот как раз к вопросу Ирины, который был. То есть сейчас по еврофунту мы корректируемся. То есть это движение против основного тренда. А вот когда мы уже вернемся к покупкам, то есть после преодоления максимальных значений 92.30, то тогда уже вновь можно будет рассматривать открытие сделок на покупку, да, в сторону основного тренда. То есть вот тогда уже мы вновь выстроимся по основному направлению. Золото. Ну, по золоту здесь, в принципе, ничего не меняется. У нас с вами предыдущий вебинар был 28 августа. Да, это мы уже на наших видеообзорах больше разбирали. Ну, здесь вот основная ситуация в том, что тенденция по золоту также остается на укрепление в приоритете, особенно после ухода выше отметки 1295 долларов за кройскую унту. То есть вот этот боковик, да, в котором мы достаточно долгое время торговались, фактически начиная с апреля, в распределении с марта, да, с марта этого года подходили, да, уходили до отметки 1200. И вот такой диапазон 100 долларов у золота был. Собственно, в августе, в конце августа мы превыше вот этих максимумов, и теперь ближайшая цель – это ООС 1360 долларов за тройскую унту, и именно туда золото и движется. Опять же, вот к тому вопросу, где лучше присоединяться, ну, где интереснее присоединяться, вот две ситуации. Первая ситуация, когда у нас тренд остается восходящий, но мы можем присоединить вот здесь, да, то есть когда у нас тренд начинает из нисходящего, да, коррекционно меняться на восходящий, то вот в этой точке присоединится наиболее интересно, да, вот в этой ситуации, чем, к примеру, здесь, потому что уже цена прошла, там порядка, ну, по золоту порядка 80 долларов мы уже подорожали, да, то есть порядка 7% актив подорожал. То есть здесь это всегда будет более интересно, потому что цель по, во-первых, по движению она более близкая и запас хода, да, поэтому вот как раз в этом заключаются разницы, когда входить вот здесь, да, или вот здесь. То есть это два сигнала, которые имеют место быть, но несколько разные по своей силе, то есть и тот, и тот имеет смысл отслеживать торговать, но всегда наиболее интересно, конечно, присоединяться в тот момент, когда коррекция заканчивается, то есть коррекция там на дневном, на 4-часовом таймфрейме и начинает движение уже в сторону основного тренда. Так вот, уже по золоту в рамках текущей, да, тенденции, то, что мы можем отметить, это, во-первых, сегодня также мы ушли выше максимумов, которые были в пятницу, то есть доходя до отметки 1340 долларов за тройскую унцию и пока вот разворотный уровень, опять же среднесрочный, мы его оставляем на минимальные значения, которые были также 31 августа. Ну, я думаю, что сейчас вот по тем дням, которые я говорил, уже все, в принципе, отметили для себя, что нужно смотреть, как бы 31 августа торговался. Ну и вот эта корреляция, да, она видна, ну, в принципе, по всем инструментам. не зря этот день, да, ну и, собственно, он повлиял на многие инструменты. Так вот, пока ближайший уровень стоп-лост, да, среднесрочный, имеет смысл ставить как раз вот за минимум, который был 1299, минимум, который был 31 августа. Одни из уровней уже более близких, да, в рамках часового таймфрейма, это минимум, который был в пятницу, область 1316 долларов за тройскую унцию. По нефтемарке Брэнд, да, по нефтемарке Брэнд мы с вами начали отслеживать как раз ситуацию, давайте я сейчас ее найду. По истории у нас по нефтемарке Брэнд, то, что мы смотрели, ну, это уже была чуть более поздняя, да, то есть мы до этого стали осуществлять чуть раньше, но вот сам принцип, да, по нефтемарке Брэнд. Во-первых, важный момент, интернет остается на ослабление, соответственно, наиболее интересна также ситуация на продажу в данной паре. мы долгое время торговались вот вблизи максимума, это отметка 5307 и пока еще все еще продолжаем там торговаться, но вот первая попытка уже ухода вниз была у нас после обновления минимальной значения, которые были 25 августа, да, вот на следующий день 28 как раз вот в понедельник мы смотрели, цена торговалась уже чуть за этим уровнем, то есть после этого мы получили сигнал на присоединение, потом мы увидели следующий импульс, но ситуация пока на тот момент не получила продолжение, да, то есть уже 31 августа, да, опять 31 августа, цена уходит выше максимума того дня, который для нас был следующим за показателем, то есть это 29 августа и, собственно, мы вновь опять вернулись к покупкам, то есть если входить в рынок по направлению нисходящему, то есть, ну вот, практически здесь мы получили быстро плос. Один из среднесрочных уровней, который на текущем время, да, остается здесь также не пройденным по нефти, это как раз область максимальных значений, которые были 21 августа, отметка 5308, то есть вот уже вблизи данных отметок нефть пока не может его преодолеть, то есть мы хоть к нему и вернулись на прошлой неделе, но уйти выше так и не смогли, сегодня вот мы видим, что больше был уход вниз, то есть опять же мы сегодня обновили минимум, да, ушли ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, ну то есть в пятницу, 1 сентября и, собственно, вот с этих уровней вновь можно рассматривать продолжение продаж по нефти с ближайшим уровнем стоплос уже за отметкой 53.11, то есть здесь это будет более интересно, да, чем вот здесь, ну, тут все-таки было такое достаточно боковое движение и не сразу мы, собственно, по счету, да, был импульс нисходящий, но это, наверное, не то, на что мы рассчитывали, здесь для нас, ну, больше интерес был все-таки движение в область там 47 и 45, ну и так далее на снижение уже нефти, то есть более такие среднесрочные цели, но не всегда они начинают двигаться сразу, поэтому пока в рамках нефти тенденция на ослабление также остается в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся ниже отметки 53.07. Уход ниже данного уровня, да, возвращает нас к продажам, ну, собственно, сейчас вот эти первые попытки мы видим, поэтому вполне вероятно, опять же, продолжение падения по нефти. Завтра, уже когда начнут торговаться американцы, будет это более вероятно. С точки зрения реализации торговой идеи, то здесь этот статус также можно рассматривать, но, возможно, с чуть меньшим риском, да, то есть опять же, вот открытие сделки на продажу, давайте тоже по нефтемарке Brand мы, например, тоже рассчитаем, но с риском не 100 долларов, да, то есть не один процент, а, к примеру, полпроцента. Вот, чтобы нам это посчитать, мы точно так же отмеряем, да, то есть, если, например, сейчас открыть делку на продажу, мы отмеряем стоп-лосс там порядка 60 пунктов, 60 пунктов от текущей цены, вызываем мини-терминал, да, который нам в этом поможет в расчете, вызываем мини-терминал, нажимаем кнопку Ctrl на поле лоты и левой кнопкой мыши, да, появляется меню, мы указываем 60 пунктов, да, 60 пунктов и риск, собственно, в деньгах, да, чуть меньше риск по объему, а 50, 50 долларов, да, система нам показывает, что мы можем использовать объем 0,8 лота, нажимаем, к примеру, точно так же продать, да, то есть, если мы предполагаем сделку на продажу, как в данном случае. Так, вот что-то, торговля запрещена, а, очень интересно, да, сейчас, собственно, да, все верно, вот не обратил внимание на это, по нефти как раз торговля заканчивается вот в 19, в 20 часов, да, потому что Америка не торгуется, то есть, по расписанию, это вот как раз та та самая вещь тоже, на которую нужно обращать внимание. Вот, если вы посмотрите, у вас также на почте в терминале, да, есть вот информация от технической службы поддержки, где написано расписание. Вот мы видим, что нефть марки Brent в понедельник, 4 сентября закрывается в 19.45. Ну, вот, собственно, и ответ на наш вопрос, почему нам система не дает, не дала установить сделку, а вот чуть раньше мы ее стали рассматривать, то мы бы это смогли сделать. Но, тем не менее, тенденция также остается в тех рамках, которые мы отметили, то есть, вот поэтому всегда важно отслеживать и работу финансовых инструментов, да, в том числе. Ну, собственно, точно такая же ситуация по индексу DAX. Давайте посмотрим. В это же время он сейчас закончил работать, да, по индексу DAX закрытие, нет, по индексу DAX еще торгуется до 23.00, да, до 23.00 сегодняшнего дня. Ну, собственно, здесь что можем отметить по индексу DAX? Тенденция на ослабление также остается в приоритете по данному инструменту, ну, а в рамках уже локальных, да, вот, локальной торговли, которая у нас происходит, один из ключевых уровней, которые у нас были сформированы на прошлой неделе, это вот минимальное значение, которое было в пятницу. Собственно, уход ниже, да, вот, закрепление за этим уровнем нас возвращает к продажам по данному активу. И сейчас вот мы видим как раз вот пример непробития, да, вот сейчас еще пробития не было, то есть мы одной свечей зашли, второй вернулись, и фактически у нас это не является подтверждением движения, да, и вот сейчас мы видим, что цена уже уходит выше открытия, да, то есть идет на закрытие ГЭПа, который был по DAX, и, собственно, рост может возобновиться. Но пока вот продолжение именно подтверждения в сторону нисходящей тенденции у нас еще по индексу DAX не было, но оно пока остается в приоритете. То есть здесь будет наиболее интересно присоединиться по данному активу уже в тот момент, когда цена начинает двигаться в сторону основного тренда. Вот как раз основной уровень, который здесь нужно отслеживать, это область 12060, то есть после преодоления этого уровня, тогда уже будет наиболее интересно открыть сделок на продажу. Итак, коллеги, ну вот по основным инструментам мы с вами посмотрели, сейчас я вот вернусь к вопросам, которые были, да, если есть дополнительные вопросы, то, пожалуйста, напишите в чат, и мы обязательно посмотрим. А вот еще пара новозеландцев, да, то есть мы ее периодически также рассматриваем, по новозеландцу, да, вот сейчас тоже сделаю небольшой обзор, что, собственно, здесь есть, на что важно обратить внимание по новозеландцу. Ну, во-первых, да, вот если брать дневной таймфрейм, то здесь пока основная тенденция остается на укрепление, да, но с небольшой оговоркой. Вот здесь есть один уровень, который несколько смущает, то есть в рамках, опять же, четырехчасового таймфрейма вот продолжение роста вблизи данного уровня и, собственно, тех тенденций, которые мы видели на прошлой неделе вот отсюда, оно было наиболее интересно. То есть это не говорит о том, что мы и чуть ниже, да, вот отсюда не сможем начать расти, но вот вблизи важного уровня здесь продолжение роста было наиболее интересно, да, то есть, ну, собственно, мы и видели начало покупок, да, то есть уход выше максимальных значений, которые были 24 августа, 25-го закрепились и, собственно, пошли. Но уже 30-31 августа тенденция развернулась, да, то есть мы, во-первых, ушли ниже минимумов, которые были 29 августа и, собственно, пока вернулись опять к затиши по данной паре. А сейчас возобновление покупок вновь будет актуально уже после ухода выше максимальных значений, которые были, ну, собственно, будут сформированы сегодня, да, то есть по закрытию дня, но пока этот уровень вот остается на максимальные значения, которые были в пятницу, да, то есть после нонфармов, которые у нас происходят, то есть вот если уходим выше отметки 72.05, тогда уже возврат к покупкам вновь будет актуален, да, но вот несколько иная ситуация, чем, например, по другим инструментам, которые мы смотрели. Вот именно пробой этого уровня, который у нас был, и уход вниз сможет нас вернуть уже, собственно, к продажам, к среднесрочным и к попыткам уйти вновь в область 68, да, то есть через пару месяцев мы там это можем его вполне увидеть. Ну, а среднесрочный уровень уже непосредственно для продолжения покупок находится в области максимальной значения, которую мы увидели опять же 29 августа, то есть вот если мы увидим сначала уход сначала, да, то есть цена будет меняться вот таким образом, сначала сюда, да, то есть мы закрепились выше этого уровня, то есть уже получили возможность пробовать покупать, затем уходим выше этого уровня отметка 72.90, и вот уже, собственно, отсюда мы получаем гораздо более интересный сигнал с возможностью роста до 75, то есть потенциал там порядка 250 пунктов у нас может быть по данной паре. Вернулся сейчас в чат, да, вот вопрос от Дмитрия был по паре американский доллар, японская иена по целям, да, 106 продаж, 106.7. Давайте посмотрим, где у нас 106.7 находится. В рамках дня, да, то есть, ну, вот ближайшая цель, это уход ниже отметки 108, да, 108.05, давайте вот ее отметим таким образом. Дальше уже, опять же, ну, вот этот принцип, он работает с точки зрения поиска исторических уровней, да, где у нас цена была, то есть потом это 105, потом это уже там область 99, то есть те значения, которые были, ну, фактически год назад, то есть куда пара может прийти. То есть тут уже эти уровни могут формироваться локально, и вот очень часто в таких моментах работает принцип, когда вы не ограничиваете прибыль, то есть take profit, а просто перемещаете стоп-лосс за движением цены, потому что иногда бывает действительно, что никто поставит take profit, это то же самое, как было, к примеру, ну, вот с индексом DAX, да, а если мы посмотрим там день, вот, когда мы в начале лета торговались по историческим максимумам, то есть, ну, тут мы куда ни посмотрим, то есть, ну, выше там не были, то есть мы его все равно никуда не можем поставить. И, собственно, ориентироваться на какие-то исторические уровни мы уже не могли. Очень многое меняется, то есть там те уровни, которые были год назад, два года назад, три года назад, они, безусловно, так или иначе будут отрабатываться, но значимость у них уже будет другая. И вот точно так же может работать принцип, по которому вы, ну, собственно, движетесь за ценой до тех пор, пока идет тот же самый рост, да, то есть рост заканчивается в какой-то определенный момент, то есть, как по индексу DAX, вот, когда мы стали уже уходить ниже минимальные значения, которые были в середине мая, да, вот, ушли вниз, и вот, собственно, отсюда пошла уже коррекция, да, тут вот мы видим, от отметки, там, 12500 мы дошли до 11800. Но, вот, собственно, здесь можно было ограничить вот этот рост. Поэтому здесь необходимо уже комбинировать и смотреть от каждой отдельной ситуации. Григорий неизвестно пишет, неизвестно, куда пойдет, ну, мы можем предполагать, куда пойдет, то есть, ну, собственно, мы для этого и встречаемся, для этого мы рассматриваем. То есть, здесь в любом случае идет выбор наиболее вероятного исхода, и только в этом и будет заключаться наибольший интерес. Итак, коллеги, еще буквально несколько минут я ожидаю ваши вопросы, да, которые, возможно, еще не успели задать, не успели написать. Ваши также пожелания, я напомню, в начале вебинара я задал вопрос по поводу, чем бы вы хотели дополнить, да, наш вебинар, который мы проводим по понедельникам. Сейчас я, ну, больше, наверное, говорю про тот вебинар, который веду я, то есть, получить от вас небольшую обратную связь, например, того, что не хватает, что хотелось бы увидеть, способы, там, анализа рынка или... Вот, в общем, все, что приходит вам в голову, да, все, что вы хотели мне сказать, пожалуйста, скажите. Можно это сделать сейчас в чате написать, можно написать мне на почту, я сейчас тоже почту свою оставлю. Возможно, из ваших пожеланий это перерастет в какую-то отдельную серию вебинаров, и, ну, что-то, возможно, будет реализовать в рамках этого вебинара, что-то мы вынесем обязательно в следующий. Но ваши пожелания, они всегда мне очень важны и всегда интересны. Я всегда к ним стараюсь прислушиваться. Ссылка на YouTube-канал. Там вы сможете найти все видео, которые у нас записываются по утрам, где я уже провожу рассмотрение текущей актуальной ситуации на рынке. И подписывайтесь на YouTube-канал. Поэтому, когда смотрите видео, обязательно ставьте лайк. Ваши лайки, да, опять же, дают мне уверенность в том, что вам это видео полезно, оно нравится, и все остальные пользователи это тоже видят. И также моя почта, почта для обратной связи, на которую вы можете присылать, ну, помимо ваших рекомендаций, да, пожеланий, то, о чем я вас попросил, это ваши вопросы по текущей торговой ситуации, которую мы смогли бы также обсуждать на наших вебинарах, да, на которых мы разбираем. Григорий пишет, можно давать фигуры и рассматривать по одной на вебинаре. Ну, да, я понимаю, вот смотрите, здесь я думаю, что мы их рассматриваем, да, просто мы берем их с рассмотрения именно в какой-то конкретный момент, потому что очень часто те же самые фигуры, да, которые у нас появляются, ну, я не знаю, возьмем любую пару, да, то есть тот же британский фунт, то есть, ну, вот фактически мы с вами несколько другими словами, но нашли ту же самую фигуру перевернутой головой и плечи, да, то есть есть важный уровень, который цена преодолевает и фактически у нас формируется вот головой и плечи. Но я всегда со своей стороны на вебинарах старался отходить от каких-то ярлыков, ну, я не могу назвать это, конечно, ярлыками, но вот каких-то общепризнанных понятий, которые загоняют просто в рамки. Вот мне это не очень нравится. И поэтому, возможно, не уделяю этому, ну, должного внимания. Но фактически мы делаем это на каждом вебинаре и очень часто, да, эти ситуации повторяют. Но я понял вас, да, я понял ваше пожелание. Кстати, коллеги, вот по поводу вашего пожелания. У нас в нашу серию вебинаров, которые мы проводим осенью, да, с моей коллегой, будет как раз вебинар по фигурам технического анализа. И он у нас состоится, я думаю, что или на следующей неделе. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. На следующей неделе будут... Да, да, кстати, вот на следующей неделе, 19 сентября, будет вебинар, где будут разбираться фигуры графического анализа. Вот как раз прикладываю ссылку на него. Поэтому вот там будет более подробно по всем фигурам. То есть, как вот они работают и как их можно будет находить. Поэтому обязательно туда приходите. Смотрим, ставим. Светлана, здесь в этом нет вашей вины. Я со своей стороны тоже извиняюсь. То есть, не совсем у нас корректно сработала система webinar.ru. И письмо не пришло никому. Поэтому уже вручную после того, как вебинар был запущен, мы отправляли напоминания. Ну, вот все участники, которые пришли, собственно, все воспользовались ссылкой, которая была уже на предыдущей неделе отправлена. И она остается рабочей. Ну, то есть, пока у нас проходит данный вебинар. Ну, со своей стороны, я думаю, что запись вебинара как можно быстрее завтра утром будет добавлена, чтобы вы смогли посмотреть те моменты, которые у вас не получилось посмотреть. Я, со своей стороны, постараюсь это сделать максимально быстро. Но от себя приношу извинения за некорректную работу платформы. Хорошо, коллеги, тогда, если пока вопросов нет, будем прощаться до уже следующих вебинаров, до следующих видеообзоров. Я напоминаю, что завтра будет вебинар моего коллеги Фредерико, который рассказывает уже непосредственно по текущей ситуации с точки зрения фундаментальных данных, фундаментальных событий. Кстати, его обзор на неделю уже на нашем YouTube-канале. Вы его также можете посмотреть и быть в курсе важных событий, которые произойдут на этой неделе. Вот Дмитрий задает вопрос еще. Давайте я посмотрю. Каждый вебинар проходит интересно. Наши прогнозы, которые мне посылали. Отлично. Спасибо, Дмитрий, за хорошую обратную связь. И да, я напоминаю, что у вас всегда есть возможность прислать ваши вопросы по какой-то текущей ситуации. Я думаю, что многие из вас уже видели, когда мы берем какой-то скриншот, то есть я получаю вопрос, его зачитываю и мы его вместе разбираем. То есть в таком ключе каждый из вас может поучаствовать фактически в создании вебинара, да, прислав ваши вопросы. Это может относиться к анализу какой-то конкретной ситуации, может относиться к какой-то торговой стратегии, к какой-то торговой системе. Обязательно присылайте ваши вопросы и мы включим его, ну, опять же, с вашего согласия, да, безусловно. То есть если вы не хотите, чтобы мы обсуждали этот вопрос там на вебинаре, то сделайте небольшую приписку и я отвечу вам на почту. Но буду признателен, если вы пришлете тот вопрос, который мы сможем разобрать все вместе на вебинаре. Владимир задает вопрос, запись по... У нас был вебинар по свечному анализу, да, запись появилась и на YouTube канале она находится, то есть она должна быть на главной странице. Сейчас я для вас продублирую, если не получилось его найти по свечному анализу непосредственно. Да, вот ссылка именно на вебинар по свечам, да, который проходил на прошлой неделе. Хорошо, коллеги, тогда всем спасибо за внимание, спасибо за участие, за ваши вопросы, за вашу активность на вебинаре. Спасибо за хорошую обратную связь и тогда увидимся уже на следующей неделе, также в понедельник в 19.30 и следите за нашим YouTube каналом, за актуальными уже видео обзорами, которые публикуются каждое утро. Всем желаю хорошей торговой недели, да, осень пришла, ну, надеюсь, что пока еще несколько теплых деньков у нас постоят, что позволит несколько продлить лето. Но, тем не менее, впереди зима, да, зима близко и уже рынок также становится, будет становиться более активным до нового года, поэтому это также интересное время для торговли. Итак, всем спасибо и до свидания.